Здравствуйте! Какие новые виды мошенничества появляются? Какие приемы используют мошенники? Как себя обезопасить? Об этом говорим в нашей студии начальник оперативно-сыскного отдела уголовного розыска управления МВД России по городу Самаре Владимир Елясин. Владимир Михайлович, здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, как модернизируется мошенничество? Какие новые способы появляются в последнее время? На что нам всем нужно обратить внимание? Одним из наиболее распространенных способов совершения мошенничества на сегодняшний день является так называемый звонок от сотрудника банка. Происходит это следующим образом. Когда человеку поступает звонок и на другом конце линии собеседник говорит, что он является сотрудником безопасности банка, может даже не называть название этого банка, просто одно слово «банк», и человек уже начинает задумываться, вспоминать, какие у него есть банковские карты, кредитные и так далее. После этого человек говорит, что в отношении счета потерпевшего проходят какие-то манипуляции. Спрашивает, совершал ли он какие-либо действия в последнее время. Человек, если не пользовался своей банковской картой, начинает паниковать и говорит, что он никакие переводы не совершал, что он не пользовался своей банковской карточкой. И на этой волне ему предлагают обезопасить свои денежные средства путем перевода их на безопасный счет, либо блокировки счета. И для этого просят сообщить реквизиты банковской карты, код, который находится с обратной стороны банковской карты, и впоследствии пришедшее смс-сообщение на телефон, если подключен мобильный банк. Тем самым мошенники получают доступ ко всем счетам потерпевшего, подключают мобильный банк к своим номерам телефонов и могут проводить уже манипуляции со всеми финансами, которые есть у человека. И такие случаи участились, как вы говорите, раз это распространенное. А что делать в такой ситуации, допустим, как проверить, мошенник это или нет? Потому что может возникнуть ситуация реально, когда какие-то проблемы с карточкой или с тем, что кто-то снимает деньги. Как вычислить, мошенничество это или нет? Ну, прежде всего, если вам поступил звонок и вам представились с сотрудником банка, можно всегда переспросить, с какого вы банка. Если вы заподозрили человека, просто прекратите с ним разговор. На каждой банковской карте с обратной стороны есть телефон горячей линии банка, куда можно всегда позвонить и задать вопрос. И убедиться в том, действительно ли сотрудники банка вам звонили в настоящий момент или это были мошенники. И, как показывает практика, все наши банки блокируют подозрительные операции по картам сами. И для того, чтобы ее разблокировать, не нужно называть никакие пароли и коды. Нужно просто прийти в отделение банка, так скажем, со своим документом и пластиковой картой. И вам разблокируют этот счет, и, так скажем, вы не пострадаете. В общем, не торопиться, держать себя в руках, не паниковать, а вот подумать о безопасности своих денежных средств, потому что они ваши до тех пор, пока вы не передали их управление неизвестному лицу. Но все-таки такие случаи происходят. Скажите, какие суммы снимают мошенники? Вот до чего доходят, что люди такие доверчивые? Какие есть примеры? Ну, вы знаете, совсем недавно у нас был пример подобного мошенничества, в ходе которого у потерпевшей похитили порядка двух миллионов рублей. Да. Сумма ущерба, она зависит только от того, сколько денег у вас находится на расчетных счетах. Да, понятно, что это может быть там и сто тысяч, и триста, и пятьдесят, и так далее. Также есть возможность при получении доступа к вашему банку онлайн получить на вас кредит. Также в процессе онлайн-оформления это занимает буквально 10 минут. Денежные средства также переводятся на ваш расчетный счет, которыми потом могут завладеть мошенники в любой момент. Поэтому берегите себя, свои денежные средства. Прежде всего, при любом таком звонке можно его прервать и позвонить на горячую линию банка, либо обратиться в ближайшее отделение. И у нас есть ролик как раз на эту тему, давайте его посмотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Если гражданину все-таки нанесен ущерб, сняли деньги с его карточки, то скажите, может ли банк это компенсировать и в каких случаях это происходит, как это происходит? Вы знаете, на практике банки возвращают клиентам денежные средства только если они были списаны по ошибке. А если человек сам продиктовал все свои данные, коды и пришедшие смс-сообщения, то в данном случае банк не возвратит денежные средства, так как с другой стороны здесь может быть мошенничество со стороны заявителя, так как продиктовав, сняв свои деньги, точнее со своих счетов, можно обратиться в банк и сказать, что я этого не делал. Но банк у нас, к сожалению, всегда на своей стороне, на защите своих интересов. Здесь трудно предъявлять какие-либо претензии, если ты сам сообщил все свои данные. При контакте, который происходит непосредственно с мошенником, не через телефон, не через интернет, о каких видах и способах мошенничества можно говорить сегодня? Какие встречаются часто? Когда напрямую тебя используют для того, чтобы обладать твоим имуществом. Как говорят, не хочется произносить, но все-таки когда разводят человека, это часто произносит такое слово. Ну, здесь, наверное, стоит отметить, что данные преступления в основной своей массе совершаются в отношении пожилых граждан, так как в силу своего уже, так скажем, возраста, да, люди не совсем отдают отчет в своих действиях, да. И плюс еще вот эта категория очень доверяет как-то людям. Очень доверчивые люди, да. Да, они, в общем-то, за свою жизнь привыкли доверять людям, да, и нет у них, не складывается впечатление, да, что их сразу хотят обмануть, и они верят, да. И в данном случае, так скажем, преступники часто пользуются такими понятиями, как сотрудники социальной службы, пенсионного фонда, так скажем, названия, которым пожилые люди привыкли доверять прежде всего, да. То есть звонят в квартиру, и уже потом и контакт. Да, либо встречают на улице, либо звонят в квартиру, приходят. И под видом всевозможной доставки продуктов, материальной помощи, каких-то выплат к праздникам, достают пятитысячную купюру, просят пожилого человека, например, дать сдачу, говорят, вам положено тысячу рублей. Вот, ну, все мы знаем, да, что, как бы, наши бабушки и дедушки хранят деньги где-то вместе с документами в одном месте, как правило, да, и пользуясь этим, то есть смотрят, откуда достают денежные средства, затем отвлекают их. Там классический способ, помойте, пожалуйста, банки, мы вам сейчас там насыпем крупу, нальем молоко и так далее. Отвлекают пожилого человека и похищают эти денежные средства. Такие случаи продолжаются. Ну, все уже мы о них знаем, но тенденция эта не завершается, к сожалению. К сожалению, она есть, да. Просто сейчас такой момент, когда пожилым нельзя выходить на улицу, и, наверное, тоже нужно быть очень внимательным, чтобы не предлагали купить что-то, да, вот взять деньги и купить какие-то продукты. Может быть, вот такой, какой-то вариант использования. Ну, вы знаете, пока вот таких случаев у нас не зафиксировано, да, о том, чтобы приходили и в нынешней ситуации, да, предлагали что-то там купить. Но, тем не менее, все равно нужно, прежде всего, если вдруг кто-то к вам пришел, если вам предлагают какие-то услуги, если вам предлагают доставку продуктов, там, я не знаю, ремонт в квартире, уборка помещений, все что угодно, позвоните своим родственникам, пригласите соседей, попросите, чтобы они поприсутствовали, чтобы они вам, так скажем, более грамотно разъяснили, что происходит, зачем к вам пришли эти люди, и, ну, не давайте свои денежные средства незнакомым. — Если говорить о мошенничестве, опять же, через телефон, какие еще существуют способы? Используются в последнее время? Я помню, что было распространено тоже вот через, говорили, что с кем-то произошло ДТП, дайте там столько-то денег, мы постараемся все уладить, или что-то вот такое в этом роде. Это тоже есть еще? — Ситуация с ДТП, да, она сохраняется. Ну, она не обязательно с ДТП, да, с попаданием близкого человека в какие-то неприятные ситуации, да, в полицию подрался, разбил витрину и так далее, да. Как правило, такие звонки тоже совершаются и пожилым людям. — И такой же вопрос, как понять, что тебя обманывают, что это вот ничто не произошло? — Ну, прежде всего, опять же, не паниковать, положите трубку, позвоните своему родственнику, позвоните своим детям, внукам, попросите уточнить, все ли у них хорошо, все ли хорошо у их родственников, скажите, что вам поступил вот такой звонок сейчас, прежде всего проконсультируйтесь, что вам делать. И не бывает таких случаев, чтобы сотрудники полиции звонили и говорили, что вот ваш попал в ДТП, давайте нам какие-то материальные блага, и вам за это ничего не будет. — Да, и прежде всего об этом нужно помнить, да, что такого не бывает. — Такого, в принципе, не бывает, да, и если вдруг вам поступил такой звонок, то перезвоните просто по телефону 020 или 102, да, с мобильного телефона. — Да, лучше, конечно, лишний раз проконтролировать ситуацию и пообщаться. — И скажите, что да, мне звонили сотрудники полиции, вот такой-то человек попал в беду. Вам всегда приедет, да, следственная оперативная группа, вам всегда помогут, проконсультируют, то есть не нужно торопиться, не нужно паниковать. Позвоните близким, родственникам, позвоните в полицию. — Да, ну еще дополнительную информацию о таких случаях мы узнаем из ролика, давайте его посмотрим. Вы можете стать жертвами телефонного и СМС-мошенничества. Беседа с родственником. Звонок поступает ночью или в рабочее время. Странный голос сообщает об аресте родственника. Сообщник представляется сотрудником правоохранительных органов и вымогает взятку. Вся эта ситуация — вымысел. Вашему родственнику ничего не угрожает. Достаточно перезвонить ему, чтобы убедиться в этом. Будьте бдительны. Как раз мы сейчас во время просмотра ролика заговорили о следующем способе обмана и мошенничества. Это интернет-торговля, тоже актуальное в последнее время направление. Много стало заказывать людей через интернет и продукты, и товары, и одежду, и так далее. Какие опасности в связи с этим возникают и что используют мошенники? Ну, если говорить о интернет-торговле, то прежде всего я бы посоветовал нашим зрителям осуществлять покупки на проверенных сайтах. Только через проверенные платежные системы. Объясню на обычном примере. Человек выложил, вернее, находит объявление о продаже какого-либо товара в интернете. Человек видит, что цена на него ниже, чем на других сайтах. Его, естественно, это заинтересовывает, так как все мы хотим, так сказать, получить какую-то выгоду, купив определенный товар, как можно меньше потратить денежных средств. Человек не смотрит на очевидные вещи. То, что никто не будет продавать себе в убыток, это первое. Второе. Всегда нужно посмотреть отзывы о данном сайте, посмотреть, как давно он работает. У нас, так скажем, в интернете сейчас можно найти все, и забив название того же сайта, у вас выйдет на страничку очень много отзывов. Если это мошеннический сайт и создан совершенно недавно, то я бы предостерег покупать что-либо на нем. Есть много торговых площадок, которые, так скажем, всем известны и имеют уже, так скажем, многолетний опыт работы. Заказывайте там, где безопасно. И стараться нужно все-таки заказывать товар, за который можно заплатить после того, как его уже получил. То есть постоплатная система, она уже достаточно развита у нас, поэтому здесь не стоит торопиться тоже. Не стоит торопиться, нужно посмотреть. Еще одним из способов, так скажем, совершения мошенничества в данном направлении, это когда, наоборот, наш потерпевший размещает объявление о продаже того или иного товара на торговых площадках, да, в интернете. И ему поступает звонок от человека, который говорит, что я готов приобрести ваш товар, мне понравилось, продиктуйте мне, пожалуйста, номер вашей карты, так как я нахожусь не здесь. Я вам сейчас переведу деньги за него, а вы мне его потом отправите. Здесь продолжается такая же схема, как с звонками сотрудников банка, да, получается, впоследствии они у вас спрашивают код вашей карты и пришедшие смс, якобы для того, чтобы они могли перевести данные, вернее, свои денежные средства вам за ваш товар. Здесь тоже не стоит этого делать, прежде всего, для того, чтобы деньги поступили на ваш счет, человеку достаточно знать просто номер вашей банковской карты. Не нужно диктовать код безопасности этой карты, не нужно диктовать, тем более, пришедшие пароли. Если вам пришли какие-либо пароли после этого звонка, то это 100% мошенники, так как к вашей также банковской карте пытаются подключить мобильный банк и онлайн-доступ к вашим счетам. Поэтому здесь тоже стоит задуматься и больше, чем номер вашей карты, никому не называть. Он, так скажем, для перевода достаточно номера вашей карты. Здесь также имеется определенная опасность, когда человек покупает и продавец просит его перевести задаток за данный товар, чтобы я его отложил за вас и так далее. Здесь тоже нередкий случай, когда люди после того, как получили предоплату за якобы отправленный товар, просто удаляют свое объявление, удаляют все свои контакты из этих интернет-сайтов. И человек, не дождавшись, так скажем, своей покупки, деньги уже перечислил. Вот, прежде всего, да, думайте, куда вы, кому вы отправляете, и, может быть, есть какие-то альтернативные варианты покупки. Понятно. Время идет и меняется, и в последнее время все стремительно. Наверное, что-то меняется, но схемы мошенничества остаются, вот, наверное, какие-то основные, да? Что чаще всего используют мошенники, и говорят, что мошенники – это очень хорошие психологи. Опять же, как вот на эти психологические даже уловки не попасться? Ну, прежде всего, не паникуйте, обдумайте свои действия, прежде чем выполнить какие-либо, да, указания человека, который вам звонит, например, да, по той же банковской карте. Подумайте, чем это может для вас закончиться, да, прежде чем отправить деньги неизвестному лицу за покупку товара, вы не видели этот товар, вы не видели этого продавца, вы отправляете деньги неизвестному человеку, да, на, так скажем, на обычный банковский счет, и впоследствии найти данного человека будет достаточно проблематично, да, А для обычного гражданина так и невозможно практически. Да, и еще одно предупреждение о том, как не стать жертвой мошенников, мы узнаем из следующего ролика. Поддельный перевод Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле денег вам не присылали. Что касается новых интернет-технологий, вообще вот всей этой компьютерной темы, не все в этом компетентны, и люди могут вообще не понять, в случае это мошенничество или вообще что-то, или это все нормально. И существуют такие даже вредоносные программы. Как их опять же распознать, что это за программы, где искать эту опасность, в чем она заключается? Вы знаете, да, есть, сталкиваемся на практике и с такими видами преступлений, когда человеку на телефон приходит сообщение от неизвестного абонента с какой-либо ссылкой. И пройдя по этой ссылке, человек, так скажем, устанавливает вредоносную программу себе на телефон, да, есть программы, дублирующие ваш телефон на другой, так скажем, девайс. Все данные, наверное, да, все данные. Человек на другом конце земного шара может видеть, что вы делаете с вашим телефоном и что у вас в нем есть, да. Поэтому, прежде всего, не переходите по незнакомым ссылкам, старайтесь удалить сразу пришедшее сообщение от неизвестного вам человека. Если вдруг у вас, ну, открыли вы это сообщение, да, у вас какие-то начались проблемы с телефоном, его подвисание, там, вы не можете войти в какие-то свои приложения, да, особенно, что касается этого онлайн-приложения в банках и так далее, прежде всего, выключите свой телефон, позвоните в банк, заблокируйте свои карты и счета, потому что, ну, все мы понимаем, что, прежде всего, все это нацелено на получение доступа к вашему финансовому приложению. Вот, заблокируйте все свои банковские карты, проще их потом разблокировать, когда вы, ну, я не знаю, сможете... Отдать свой телефон на то, чтобы с него удалили эти вирусные программы, либо купить себе новый телефон, да. Здесь, конечно, ну, однозначного совета нет, но я бы посоветовал поменять аппарат связи, потому что, ну, неизвестно, да, какие вредоносные программы на него были занесены, и как долго они там будут сохраняться, да, тем самым мы обеспечим доступ мошенников к нашим финансам. Да, такое создается впечатление, что вот этот поток мошенников уходит, вот этот интернет, рынок, ой, ну, как-то вот в эту область, из реальной ситуации или нет, или все-таки вот в каких-то местах еще продолжается мошенничество, вот на улицах, где вот эти точки, где нужно быть особо осторожным? Ну, на улице мы уже с вами обсуждали, да, по преступлениям, которые совершаются, да, в отношении пожилых граждан со стороны, так называемых, соцработников и работников пенсионного фонда. Также продолжается мошенничество под видом снятия порчи, гадания. То есть эти случаи есть? Они есть, да, их, так скажем, не так много в нынешних реалиях, да, все-таки достаточно широко освещается данная проблематика, да, в средствах массовой информации, люди все-таки, ну, узнают, уже стараются себя обезопасить от этого. А действительно ли такие мошенники пользуются техникой гипноза? Вы не изучали такой вопрос или нет? Тоже вот часто задают люди вопрос, почему себе, почему они могут при просто беседе отдать какие-то деньги, украшения, вот что на них действует, как в этом во всем разобраться? Вы знаете, я думаю, что это все-таки легкая, так скажем, психологическая внушаемость самих потерпевших. Ну, потому что при задержании данных лиц, да, мы понимаем, что никакой техникой гипноза они не обладают. То есть мошенники сами выбирают себе, так скажем, жертву, да, видят уже сами, что на кого можно? Здесь чисто психологический аспект, когда они видят, что человек начинает с ними разговаривать, что человеку интересно, что они ему говорят. И на этой почве они просто развивают свою эту историю, да, там, у нас было множество случаев там и с родовыми проклятиями, да, и там с черными иголками, и с черными разбитыми яйцами и так далее. То есть здесь прежде всего, да, тоже остановитесь, подумайте, прежде чем отдать свои денежные средства этим людям. И еще такой вопрос, изучается ли, ведется ли такая аналитика типа личности мошенников, какими характерными чертами должны обладать, обладают вот эти люди, и еще такой вопрос, передается ли этот вид деятельности, не поворачивается, сказать язык, по наследству, так скажем, вот из семьи в семьи, отца к сыну, допустим. Вот это есть или вот как люди становятся мошенниками, как к этому приходят? Вот когда вы общаетесь с историями уже самих мошенников, чаще всего как это происходит, из-за чего? Ну, вы знаете, вот в сфере социальных мошенничеств, да, там еще присутствует, так скажем, такая... Когда передается вот это, да. Когда передается, да, вот когда мать, так скажем, с дочерью, да, бывают случаи задержания, то есть мать с дочерью совершают данные виды преступлений. Ну, в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, пока мы такого не замечали. Да, совершенно уже новый. Здесь уже, да, то есть более взрослое поколение, оно... Здесь, так скажем, более молодая, наверное, преступность, да, и другой уровень преступников. Люди более, так скажем, образованы технически, подкованы, да, что все-таки другой вид уже. Работают уже в другой сфере, они уже, да. И что касается вашего рабочего дня, как он выглядит, что в него входит, вот, просто интересно, как начальник оперативно-сыскного отдела, как он строится, потому что мы смотрим фильмы, там показывают одну картинку, а вот реально как, с чего он начинается и как он вообще... Ну, начинается он, как правило, каждое утро с разбора оперативной обстановки, которая произошла в городе за текущие сутки, вот, впоследствии это постановка задач личному составу, ну, и текущая работа по совершенным преступлениям. Ну, все в таком порядке. Есть ли вакансии, и как стать сотрудником вот такой оперативной службы, что для этого нужно? Какое образование, и где взять вот эту информацию? Ну, для того, чтобы стать сотрудником полиции, да, прежде всего, нужно иметь желание. А второе, это обратиться в отдел кадров управления МВД России по городу Самаре, где вам расскажут, предоставят полный перечень документов, которые необходимо собрать для того, чтобы устроиться на работу. Двери всегда открыты, пожалуйста, в любое время, ну, в рабочее я имею в виду время, вот. Мария Старлес, 12, обращайтесь. И последний вопрос. Как лично вы, Владимир Михайлович, выбрали для себя этот путь? Что стало таким решающим моментом? Это у вас династия, или вы первый в семье, кто вот пошел по такому... Нет, я первый в своей семье, да, никто до меня в органах внутренних дел не работал, да. Есть у нас военные, да, в семье, основная масса, так скажем, членов нашей семьи, это обычные люди гражданских профессий, да, рабочие и служащие. Да, в этом направлении, именно вот оперативно-сыскного отдела. Ну, не знаю, наверное, сначала какая-то романтика, какой-то интерес к данной профессии, да, а впоследствии уже, ну, как говорится, затянуло. И сколько, какой у вас уже опыт работы? 12 лет. 12 лет. Ну что ж, спасибо за эти предостережения, тем более, что вот еще раз скажем о том, что мир меняется, время меняется, действительно, нужно быть уже и самим перестраиваться, чтобы мошенники не воспользовались нашей даже вот неграмотностью какой-то в каком-то плане. Спасибо еще раз. Всего хорошего. Прощаюсь я и с вами. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok